Грета Тунберг Грета Тунберг огромная молодчина Потому что своей энергией Своим духом, настроем Она пытается достичь своей цели Цель ее такова, что Она хочет Мне кажется Того же, чего и все мы Чтобы правительство Задумалось о теме экологии Вот Я, можно сказать, в буквальном шоке То, что она вокруг себя Собрала такое количество людей Которые ее поддерживают И, надеюсь, будут поддерживаться в дальнейшем Что касается меня Я, конечно, бы не хотела Чтобы Валентина прогуливала школу с плакатом в руках Во имя экологии Но при этом Я очень рада, что у детей есть голос И да, он немного рисковат Но Ее слышит очень много людей И сотни тысяч человек Идут за ней В это экологическое движение И реально Если Сто тысяч человек После Ее выступления Откажется От одного пластикового пакета В магазине Это будет сто тысяч Пластиковых пакетов И вот Лично для меня Вот в этом Самая главная польза Ее выступления Ну и Реально Для подростка Она сделала очень много В последнее время Экологию вообще Часто приходится Отстаивать на баррикадах Нельзя сказать Чтобы это было неэффективно По крайней мере Теперь все мы слышали Об этой проблеме Каждый совершенно точно знает Что с климатом что-то происходит Но вы выбрали Менее агрессивный подход Не атаковать А показать пример И создали Сообщество Котики против пластика Расскажите Откуда появилась эта идея? На самом деле Иногда Хорошие вещи получаются случайно Изначально Изначально Это был Была возможность Провести больше времени Со своим ребенком Мы Живем в очень Скоростном мире Где Все очень загруженные У нас очень загруженные дети Мы пытаемся Обучить их Вот прямо сейчас Максимум тому Чему можно обучить И это английский Это Айти школа Это бассейн Это Это какие Музыка И реально Все дни В неделе Расписаны И В финале На общение с ребенком Остается не так уж Много времени И Вот Этот проект Совместный Это была Возможность Провести чуть больше времени Со своим ребенком И не просто Смотреть телевизор И Чуть Чуть Расскажу про проект Полгода назад Мы С Валентиной Участвовали В проекте По социальному Предпринимательству Для детей Дело молодое И Это Командная работа Ребенок И взрослый Мы выбрали Тему Это социальное Предпринимательство То есть есть и социальная И коммерческая часть Мы выбрали Тему экологии И Коммерческой нашей частью Была Идея Шить сумки Сумки-шопперы И В общем-то Их продавать Изначально Идея была такая Уж потом Проект Вылился Во что-то Больше Гораздо Больше Чем продажи Сумок Самая Главная Наверное Суть Этого Проекта Это Конечно Подключить Детей К самому Экодвижению Чтобы Не взрослые Говорили Детям А сами Дети Рассказывали Взрослым Об экологии О том Как все-таки Вреден Этот пластик О том Что Давай лучше Возьмем Шоппер Магазин А не будем Брать Пластиковые Пакеты Я видела Эти ваши Сумки Откуда Взялся Кот Расскажите Нам про Кота Ну Дело В том У нас Есть Кот Его Зовут Кот Вот И Он С детства Да И до сих Пор Он Жует Пластиковые Пакеты Вот И Есть Факт То Что Один Пластиковый Пакет Разлагается Около Четырехсот Лет И Представьте Себе Если Он Застрянется Внутри Кота И еще Такой Момент Мы думали Что это Только Наш Кот Такой Дурачок Но Потом Когда мы Готовились К ТЭД Оказалось Что Действительно Пакеты Обрабатываются Специальным Веществом Чтобы Они Не Слепались И Многие Животные Реагируют На это И В общем Наверное У многих Из вас Коты Тоже Или Наверное И собаки И коты Тоже Посягают На пластиковые Пакеты В доме Я думаю Что кот Таким Оригинальным Способом Просто Борется С пластиком Кроме Инстаграма У вас Есть Сообщество В фейсбуке Которое Так и Называется Котики Против Пластика Котики Against Пластик Его читает Больше Трехсот Человек Но Разве Это Может Что-то Глобально Изменить Ты Знаешь Когда Изначально Мы Создавали Страницы В соцсетях Это Конечно Было Под Наш Социальный Проект И Задача Была У них Скорее Продавать Сумки Но Потом Именно В этом Сообществе У нас Собрались Взрослые В инстаграме У нас Инстаграм Ведут Только Дети И они Постят Туда Картинки И Разные Истории А Вот Фейсбук Здесь Более Взрослая Аудитория Здесь Собрались Родители И Действительно Очень интересная Аудитория Потому что Вот эти 300 плюс Человек Которые Каждый день Растут Количество Которых Каждый день Растет Они Из разных Стран Мира Они Все Очень Зажжены Этой Идеей Они Постят Свой Эко-опыт Иногда Приходит Такое Что в нашей Стране Мы Возможно Дорастем Там Еще Через Какое-то Очень Большое Количество Лет И даже Не задумываться Что можно Какие-то Вещи Делать Достаточно Простые И Там Очень Много Энергии И Действительно Очень Сильное Сообщество И Недавно На Волонтерском Дне Мне сказали Что Было Выступление Про Комьюнити И там Была Такая Фраза Что Хорошая Комьюнити Которая Может Существовать Без Своего Лидера Я думаю Что Эта Комьюнити Действительно Настоящая Потому что Оно бы Спокойно Могло Существовать И без Меня И вот В этом Очень Большая Его Ценность Я так понимаю Вам Периодически Приходят Разные Интересные Посылки Из разных Стран Мира Связанные С Экологией Да Есть Такое Дело Кстати Да Мы хотим Показать Несколько Дней Назад Пришла Посылка Из Амстердама Конечно же Там Была Сумка Шоппер Конечно же Понравится Кату Тоже Очевидно Понравилось Мы потом В перерыве Дадим Почитать 101 Способ Избавиться От пластика Валя А как Твои Одноклассники Относятся К этому Проекту У меня Есть Одноклассница Милана И она Тоже Как мы Старается Не брать Пластиковые Пакеты И тоже Ходит С шоппером И с теми Маленькими Сумочками Для фруктов И овощей Вообще Когда мы Говорим Про идеал Экофрендли Всегда Кажется Что это Что-то Очень Радикальное Никогда Не летать Самолетами Не пользоваться Общественным Транспортом Только Сортировка Мусора Только Хардкор Это Правда Очень Резкие Шаги Не каждый Готов Отказаться От привычного И удобного Образа Жизни Ты знаешь Недавно В очереди За кофе Я встретила Коллегу Который Стоял Со своей Кружкой Я говорю Какой ты Молодец Со своей Кружкой Он так Ну да Спасаю Планету Ну так Не очень Сильно И Получается Что мы Делаем Много Вещей Но Абсолютно Не задумываемся Что Мы Уже Их Делаем И С другой Стороны Экологичным И Очень Ответственным Супер Ответственным По крайней мере В нашей Стране Очень сложно И очень Неудобно Когда мы Стартовали Проект Шесть Месяцев Назад Мы С Валентиной Решили Полностью Отказаться От пластика Ну как Наверное Все В такой Ситуации Бы сделали И оказалось Что это Невозможно Мы Обычная Семья У нас Два Работающих Родителя И Очень Загруженный Ребенок И У нас Действительно Нет Времени На то Чтобы Покупать Искать Выискивать В Минске В Беларуси Места Где можно Купить Продукты Без Пластиковой Упаковки Мы Не можем Себе Позволить Ездить В отпуск Только на Велосипедах К сожалению Вот Поэтому Но Есть какие-то Вещи Абсолютно Простые Которые Мы Делаем Уже Сейчас Мы Своей Семьей И С удовольствием Мы расскажем И здесь Паля А что Именно Делаете Вы Сами Ну У нас Есть Небольшой Список Пунктов Которые Мы Пытаемся Соблюдать И Я Наверное Начну С конца Пятый Пункт Это Будет Мы Пытаемся Выключать Свет В тех Комнатах Которых Самый Сложный Да Самый Сложный Наверное Пункт Мы Пытаемся Выключать Свет В тех Комнатах Где Он Не Нужен Потому Что Вроде бы Тебе и нужна Эта комната Вроде бы И нет Четвертый Это Мы Недавно Начали Сортировать Батарейки Например Не выкидывать Их Мусор А Например У нас Есть В доме Стоят Контейнеры Специально Для Батареек И Мы Пытаемся Туда Их Складывать Третий Пункт Это Наверное Один Из самых Легких Я считаю Мы Собираем Крышечки У нас Стоит Целая Ваза Вот Покажи Пожалуйста Это просто Крышки От бутылок Да Потому что Если кто Из вас Не знал Крышечки От бутылок Они являются Самым чистым И самым Дорогим Пластиком Если его Собирать Отдельно Его можно Сдавать И он точно Утилизируется Вот Второй Это Наверное Самый Долгий Процесс Который Мы начали Делать С самого Начала Нашего Проекта Это Мы начали Сортировать Мусор Например У нас Висит Бумажный Пакет С бумажками Пакет С бутылками Ваза С крышечками И где-то Запрятан Подальше От кота Пакет С пакетами И наверное Первый Пункт Из-за чего Мы все-таки Решили сделать Наш проект Это то Что мы Не берем Пластиковые Пакеты В магазинах На самом деле Не только Пластиковые Бумажные Любую упаковку Если есть Возможность Не брать Мы не берем И носим С собой Свои шоперы Которые Буквально Недавно Сделали Давно Но недавно Анна Скажи пожалуйста У тебя есть пакет С пакетами Это очень коварный вопрос Слушай Должна сказать тебе честно Поскольку большую часть Времени я живу Не в Беларуси А в Польше Я не могу себе позволить Пакет с пакетами У нас это Очень-очень строго У нас в доме Стоит пять Разных контейнеров Для разного типа мусора Самая сложная задача Это не сортировать мусор А запомнить Что куда бросать Их пять Они слабо отличимы Друг от друга Поэтому на двери В отдельное Вот это вот Помещение Для мусорных контейнеров Висит специальная бумажка С напоминанием И такая же висит На двери В каждый подъезд Страшно удобно Но я думаю Что пакет с пакетами Это очень важный вопрос Для любого белоруса А у вас есть пакет с пакетами? Поднимите у кого есть Вот и у нас есть Немало Ну зато теперь У нас есть Кроме пакета с пакетами Который спрятан от кота Еще пакет Бумажный пакет с бумажками И пакет с бутылками Пластиковыми бутылками И вазочка для крышечек Вазочка Мне кажется вам нужно сделать Большую пластиковую крышку Для пластиковых крышечек Это хорошая идея Ну в общем Получается что для каждого поколения Есть свой пакет пакетов Ну получается что даже Эти небольшие шаги Которые можно делать Те шаги которые вы перечислили Их делать не очень просто Люди Не спешат сортировать мусор Думают в этом все равно Нет смысла Все равно все это свалят В одну кучу И свезут в одну мусорку Да и отказываться от пластиковой упаковки Магазины тоже кажется не спешат Эти прекрасные экологичные стаканчики Которые я заказала Специально для сегодняшнего мероприятия Как вы думаете Когда мы забирали их на складе Во что они были упакованы? Конечно же в пластиковую упаковку Ну то есть Как движется ваш проект? Насколько легко он движется? Ну Встречается ли какое-нибудь Сопротивление среды? Может быть То что вы пытаетесь Отказываться от пакетов Удивляет кого-то Вспомни как мы ходили в магазины раньше Да Просто Дело в том То что когда мы начали свой эксперимент Не ходить В магазины Ходить в магазины С своим шопером И с той же сумкой Многие продавцы удивлялись И даже некоторые говорили Ну это же бесплатно Почему бы это не взять? Но сейчас Мы уже Занимаемся этим полгода И многие продавцы Отвечают На это с пониманием Потому что Эти пакеты уже сделаны И завезены В магазин И мне кажется Если каждый из этого зала Не будет брать Хотя бы один раз в день Пакет То мы уже На 150 пакетах меньше Выбросим Это всего лишь будет За один день То есть мне кажется Важная Самая важная задача Которая у нас сейчас есть Это не рассчитывать Готовая инфраструктура Или не готова К тому что мы делаем А просто стараться Не добавлять Мусор К уже существующей И гигантской горе мусора Да Примерно вот такой вот И на самом деле Это самое важное И наверное Даже не важное А самое эффективное Что мы можем сейчас сделать Потому что Пока инфраструктура Не идеальна А она точно Когда-то настроится Судя по опыту других стран Это будет неизбежно Важно сейчас воспитывать Вот Эта экологическая Культура Экологическое мышление Экологическое мышление Для того Чтобы быть готовыми Когда Когда наша инфраструктура Дорастет Мне кажется Менять вообще Что-то очень сложно Иногда это Сопротивление среды Иногда люди Сами не готовы Меняться Но Хороший проект По-настоящему хороший Всегда тема отличается Что он что-то меняет В нас самих А скажите Что в вас поменялось За полгода Этого эксперимента Что было? Ну если честно Именно этот проект Стал для меня Опытом взрослой работы Потому что Хоть ты понимаешь Что ты самый маленький человек В этом проекте Но на себе висит Ответственность Как у взрослого Потому что Нам детям Очень трудно спасать Планету одним И Это очень прекрасно Когда тебе подают Пример взрослые Потому что Хоть ты Ну Потому что С этой маленькой помощью Ты можешь Ее расшарить До такой большой помощи Именно планете Да И я тоже думаю Что очень важно Показывать Вот это Эко-поведение Через Детям Через свой Родительский опыт И вместе с ними Делать все эти вещи Потому что Придет время И именно эти дети Будут принимать решения Звучит прекрасно Мне кажется У вас это вполне Удается А Татьяна А что для вас Было самым главным Когда вы двигались Через эти шаги Когда вы начали свой проект Когда вы начали готовиться К этому выступлению Что менялось Вот у нас есть слайд Девиз котиков Help, share and save the planet Придумала Валентина И в общем-то Если идти по этим шагам То Честно вам скажу Сейчас Вначале Это был просто Небольшой Семейный проект Для того Чтобы проводить время Со своим ребенком Чуть больше времени А потом Когда мы начали Погружаться в эту тему Когда Когда начали Видеть Как люди Реагируют на это И поверьте На каждом нашем выступлении Появляются люди Которые выходят на сцену Чтобы задавать вопросы И люди Которые выходят на сцену Отвечать на вопросы Эта тема Очень Очень полная И объединяет Вокруг себя Большое количество людей Потом Кстати Когда мы начали Это тоже интересно Когда мы начали Готовиться к ТЭД И Эту информацию Написали В своем комьюнити Ко мне Начали подходить люди В лифте И говорит Ты знаешь Мы начали Раздельно собирать мусор Или вот Мы привезли Своих детей Для того Чтобы они бросили Крышечки В контейнер на работе И это Очень Так Мне очень тепло От этого И здорово В этом быть Или Один из моих Руководителей Рассказал историю Как он Ему приходится Ходить в магазин С холчевыми сумками Потому что Если он берет На кассе Пластиковый пакет На него Внуки смотрят Такими глазами И говорят Дедушка Ты чего Вот И От этого Очень Хорошо И Приятно Быть в этой теме Мне кажется Довольно много Хилл Должно от этого Появляться И наверное Последний вопрос Я задам Валентине Валентине Пожелайте что-нибудь Зрителям сидящим В нашем зале Я хочу сказать Родителям Которые сейчас Сидят в этом зале Я хочу попросить вас Чтобы Когда вы пришли домой Вы рассказали Своим детям То что Как все-таки Можно спасать планету Потому что Ведь неважно Взрослый ты Или маленький Ты все равно Можешь повлиять На проблемы С экологией В своей семье Спасибо Спасибо Спасибо